Русская пословица гласит, обещание выполнением ценится. Депутаты Чебоксарского городского собрания приступили к выполнению предвыборных обещаний. По многочисленным просьбам жители улицы Энгельса и Чапаева связал тротуар. Улицы Энгельса и Чапаева разделяет овраг, по обе стороны которого стоят жилые дома, школы, магазины. Каждый раз жителям приходилось делать выборы. Типа грязи и сугробам 60 метров или в обход. По асфальтовым тротуарам это уже 250 метров. Каждый день ходили по оврагу. В дождь особенно было очень трудно ходить. Приходилось ходить по всяким деревяшкам, которые добрые люди ложили. Пока одни добрые люди клали доски, группа инициативных жителей действовала. Летом мы с Валерием Николаевичем Филимоновым, депутатом Государственного совета Тюбажской республики, обходили микрорайон, встречались во дворах с жителями. И вот один из важнейших вопросов был. Люди прямо умоляли помочь нам хотя бы временный какой-то сделать настил. И мы даже думали первое время, пока до капитального строительства дела не дошло, обустроить дощатый тротуарчик. Но, учитывая, что пожеланий были от большого количества, мы обратились в администрацию районную, городскую. И вот это вот пример дружной работы администрации города и района, депутатского корпуса. Сейчас осталось только положить асфальт. Строители обещают к концу недели все будет готово. Депутаты Чебоксарского городского собрания, конечно, не джины. Исполнить по три желания каждого избирателя не смогут, но такое коллективное обращение сработало. Раньше ходили вообще, очень было плохо. Дороги-то не было, катались только так. Благоустройства не было никакого. А теперь мы очень рады, что вот эту дорогу нам сделали. Я просто бабушка. Приезжаю каждый раз к своим любимым внукам. Вот живу здесь. И 8 лет я проходила здесь по тропиночке. Очень было сложно, трудно. Особенно грязные. Времена года у нас разные. А сейчас вот прямо душа радуется. За тротуар жители депутатов поблагодарили и тут же озвучили список новых заданий. Где-то фонари не горят. В одном из киосков фанфурики продают. Без дела народному избраннику в шестом созыве сидеть не придется.